Привет, мои дорогие друзья! Наконец-то я выбралась на рынок. Сегодня у нас мороз с первым вас всех декабря, с первым днём зимы. И в первый день зимы сразу же мороз. Я не знаю точно, сколько на моём испорченном термометре, или градусники, как его правильно назвать, минус пять. На улице, в принципе, хорошо, но мне так казалось, что там очень холодно. Я оделась, потеплее, достала, наконец, своё зимнее пальто. И думаю, Вася приедет, потом я схожу на рынок. Вот, спросила у него, говорю, как там на улице, мокро или скользко? Он говорит, идти возможно, но, конечно, как осталась вот эта узенькая колея, так только по ней можно идти. Но воды нету. Я говорю, ой, спасибо, Господи, что нет воды. Я могу теперь одеть замшевые сапоги зимние, потому что они у меня самые удобные, не скользящие. Поэтому я как-то даже морозику этому и обрадовалась. Но в пальто вроде бы как будто и тяжеловато было идти. Пока туда шла, нормально было. Единственное, что замёрзли у меня руки в перчатках. И замёрзли пальцы в ногах от такого маленького морозика. Но я, правда, там с девчонками, конечно, постояла, поговорила с одной, с другой. Идёшь, здрасте, здрасте, и как вы тут мёрзнете? Вспомнили прежние времена, как и я стояла. Я говорю, ну, теперь уже просто, уже кровь не греет. Раньше стояли и в 30 градусов, вот, потому что надо было, надо было зарабатывать денюжку. Вот, ну что, что вам сказать? Вася приехал, привёз мне шоколадку, вот такую вот, мою любимую. Обожаю альпенгольд, да ещё с орехами и с изюмом ещё вдобавок. Очень люблю такой шоколад. И куда это он дел? А, не знаю, куда, в холодильник, наверное, поставил. И привёз бутылку вина, вкусного такого, монастырскую избу, по-моему, так она называется. В общем, лёгкая, светлая, которую мы летом с шашлыками пили. Так больше мы эти шашлыки и не сделали. А теперь уже всё замело. Хотя раньше, в молодости, мы делали шашлыки на улице. Вот, к моему дню рождения, мы, девчонки, сидели дома, грелись. А наши мальчики жарили нам шашлыки. Вот, ну, приятно вспоминать приятные времена. Ну, теперь, конечно, Васю я не пошлю готовить шашлыки на улицу. Я купила, это самое уже закупилась курочкой. Так что у меня уже есть, есть в запасе. Но там даже не пройти, там столько снега во дворе. А, ещё он принёс мне батон, чтобы я... Я же четыре дня не выходила никуда. Я съела всё, что у меня вкусненькое было. Кроме конфет. А так, что у меня были пряники, вафельки, пироженки. Я это всё-всё съела. И не выходила, потому что все сапоги смочила. Пока в Алберес, пока за заказом, пока туда-сюда. И уже обуть было совершенно нечего. Ну, есть ботинки с Турцией. Но я подумала, что как-то жалко их, если они, не дай бог, расклеятся. И ещё одни ботинки есть. Ну, что-то вот как-то мне не лежало, мне душа их одевать. Вот. Поэтому, когда я ему звонила, говорю, купи мне по дороге батон. Вот. Ну, а я всё-таки сегодня выбралась. У меня, наверное, нос красный. Потому что нос у меня тоже замёрз. Так что я Дед Мороз красный нос. Я пошла на рынок. Пошла на рынок. Аришка мне говорила, что вот такие вот эти самые каштанчики в курином магазинчике, что они очень вкусные, говорит. И с хорошего мяса сделаны, не просто там какие-то котлеты. А я прямо никогда на них не обращала внимания. И она мне сказала, что вот такая подложка стоит 4 рубля там где-то с копейками. Но они тоже вот по весу. А я пришла, смотрю, искала. А ещё очки забыла. Я ж сумку не взяла. Кошелёк бросила в сумку, которая у меня на колёсах. И пошла. Очки в сумке. Очки везде. Но только не там, где они мне нужны были. Вот. Я так присмотрела, смотрю, 7 с лишним цена на это. И думаю, о, что это настолько подорожали. А это самое... И тут знакомая заходит. Я говорю, привет, привет. Я говорю, смотрю, каштанчики какие-то. Ариша сказала, вкусные. Ну, говорит, сказала, 4. А они 7 с лишним. Продавец услышал и говорит, нет, это 7 с лишним. Это если килограмм, а там 600 грамм. Я говорю, ну, тогда давайте. Я попробую, что это такое. А вдруг понравится. Не делать ничего, не надо. Раз на сковородку. Разморозила на сковородку. Шлёп и готова. Вот. И пошла я в Верхнедвинский потом. Купила кусочек с сыром. Как он называется? Не помню. Но и не важно. Купила свой любимый янтарный, который я люблю утром с кофе на бутерброд намазать. Взяла, конечно, две баночки. Что уже по одной покупать, правда? Вот. И взяла опять вот такой вот творожок. Цены пока не подросли. Как был 3,63. Это рубль 83. И сыр по 13 с чем-то. Не помню с чем. И сколько он завешал, тоже не помню. Ну, и там же в магазине я заметила, что у них есть спагетти. Вот эти вот большие пачки постарали. Мне нравятся вот эти спагетти. Они не разваливаются. Они таких из твёрдых сортов пшеницы. Я вот покупаю в основном эти. Но ещё брала раньше в фикс-прайсе. Потому что были 450 грамм, рубль были. Сейчас они подали поторжали, а потом их вообще не стало. Да и зачем надо оттуда тягать, когда здесь есть на рынке. Вот. А я уже осталась без макаронов. Вот. Потом зашла рядышком в этот самый... Там у нас такой магазинчик есть с конфетами, с пряниками. Взяла какие-то пряники. Пряники по 7500 килограмм. Здесь, наверное, грамм 300-400, не знаю. Ну, и всё. Ну, потом на улице уже я купила себе хлеб ещё. Думаю, ну что я буду... Батон мы сегодня, может, возьмём. Пока я не знаю, как он сегодня уедет или завтра. Но, во всяком случае, я ему приготовила много работы. Работы нетрудные. Ну, такой вот эту самую гирляндочку на окошечко повешать. Потом помыть вот эти, снять сверху, снять весюльки. Я их помою, он повешает. Потом... Я даже, вы знаете, на бумажке написала. Написала, что попросить, сделать. Так. А, лопату достать. Ну вот, в банк сходить, денежку положить, заказ мой забрать. И котёл настроить, потому что боюсь делать много потеплее. Вдруг потекёт он, потому что там же специальная такая стрелочка. Если она там далеко зашла, то котёл тогда выливает эту лишнюю воду. Поэтому надо уже настроить. Я уже не делала теплее. Я тут похолодала, и в доме сегодня как-то прохладно. Утром встаю, одеваюсь, и мне холодно. Поэтому вот Вася батон принёс. Я решила, думаю, надо мне ещё купить по буханочке хлеба, чтобы опять я могла дня два-три сидеть дома. Но вот в понедельник получу пенсию. Вот тогда, если будет морозик, если будет такая погода, как сегодня, такая вот хорошая, и не очень морозная, и не мокрая, вот тогда я, наверное, куда-нибудь вылезу в какой-нибудь интересный магазинчик. Вот. Фикс прайс что-то в последнее время у нас не... Вот, смотрю, россиян, так интересно. Каждый раз всё новое, новое. А я в основном езжу в этот самый, который близ вокзала, и не вижу, чтобы там что-то. Всё одно и то же, одно и то же. Вот. А другие, которые я знаю, то далеко от остановки. Там топать и топать, топать и топать. А это же не лето, и под ногами неизвестно что. Как в прошлый раз поехала в Балберис и Фикс прайс. И что вы думаете? Там снегу по колено. Даже на остановке никто не чистит. Вот. Вот так. Так, а что я ещё купила? А, вот что ещё я купила. Я купила в нашем ларьке вот такую вот упаковку вафли. Я никогда их не брала. Это так, на всякий случай, знаете, так вот, чтобы было. Чтобы было. Просто когда ничего вкусного нет, потом вспоминаешь, ах, у тебя есть вафли. А так, честно говоря, я вафли не очень люблю. И Аришке купила носки. Такие вот обыкновенные. У девчонок и до это самое тоже постояла. Я не ношу вот эти вот носки такие. Я только всё капроновые. А Ариха тут говорит, ой, надо как-то выбраться, носки себе купить. Я думаю, ладно, иду. Доход девочкам дам. Говорю, дай-ка мне носочки. Даже не пощупать их. Они так заклеены. Пускай сама. А вот. Я вообще хотела бы какие-нибудь новогодние носки. Вот как показывают, что в России есть в этих фикс прайсах. У нас тоже есть 3,50, но они некрасивые. Нету вот так, чтобы вот купил. Во-вторых, Аришка не любит длинные носки. А они все вот эти там с какой-нибудь ёлочкой, они все длинные. Она любит только вот такие вот короткие. Почему молодёжь такие любит короткие? Наверное, чтобы из этих самых, из кроссовок, она же не носит сапоги, она носит зимние кроссовки. Джинсы, кроссовки, курточка короткая. Я говорю, не холодно тебе? Она говорит, а я вот Мишку на руки, говорит, на майку курточку одела, и всё, и побежала. Говорит, мне даже и тепло. Вот так. Ну да, пока молодой кровь, любовь, греет, то я вспоминаю тоже, я говорю, что тоже в молодости как-то, всё время с голой головой. Я и сейчас тоже вот пальто у меня с капюшоном, это зимнее. Я его одела, а иду, ветерок как-то, его капюшон плюх, он вот так вот чёлку закрыл, то самое. Я шла-шла, мне тепло, я тоже капюшон сняла, иду голой головой. Вот. Вот такие вот пироги с котятами у нас. Всё, Вась, ты можешь идти? Сюда. Сюда можешь уже идти. Не бойся, я уже, я уже сняла. Сняла уже. Вы эти снимали? Да, вот эти вот, которые беленькие, надо снять. Коричневая пускай висит, а вот эти белые, посмотрела вчера, что они совсем такие стали какие-то мутные. Всё, мои дорогие, мы будем заниматься делами. Так что, ну, на сегодня всё. Продолжение следует...